МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Просто и удобно. Как подключиться и начать использовать единую карту жителей Ямала-Морожка? Ямал-Скиллс. Студенты колледжа готовятся к чемпионату профессионального мастерства. День здорового ямальца. Городская больница приглашает жителей на диспансеризацию в субботу. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этой даты в администрации города состоялось заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции. Участники рассмотрели шесть вопросов повестки. Один из них – результаты работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих. В частности, говорили об итогах декларационной кампании. По результатам проведенных проверок в отношении пяти муниципальных служащих установлено следующее. Выявленные нарушения в отношении двух муниципальных служащих являются несущественными нарушениями и основания для применения к ним мер юридической ответственности отсутствует. Выявленные нарушения в отношении трех муниципальных служащих также являются несущественными нарушениями. Однако представители нанимателя планируются применить к ним меры юридической ответственности. В 2023 году не выявлено ни одного нарушения антикоррупционного законодательства. В адрес полиции поступило три обращения о возможных коррупционных проявлениях, однако факты не подтвердились. Также члены Совета заслушали информацию о мерах, предпринимаемых Счётной палатой по противодействию коррупции при осуществлении финансового контроля, о воспитательных мероприятиях, которые проводят учреждения культуры и образования с детьми. В завершении утвердили план работы Совета на 2024 год. Многочисленными сервисами, доступ к которым обеспечивает единая карта жителей Ямала-Морошка, сегодня пользуется каждый десятый житель округа. Количество услуг, полученных северянами по карте, превышает 562 тысячи. В планах довести показатель пользователей до 200 тысяч жителей, в том числе 60 тысяч детей. Единая карта жителей Ямала-Морошка – это не физический пластиковый носитель, а полностью цифровой сервис. Увидеть и пощупать её нельзя, зато можно оценить удобство и экономическую выгоду. Чтобы начать пользоваться картой, нужно скачать приложение на телефон или воспользоваться компьютером. Для этого потребуется учётная запись на госуслугах. Жителям округа уже доступно 8 сервисов. Это услуги в сфере соцобслуживания, в сфере спорта, есть услуги по доп. образованию в сфере культуры, в сфере именно дополнительного образования. Кроме того, на данной карте люди также к ним привязываются электронные сертификаты, и они могут их потратить на определённый перечень товаров. В творческой мастерской Центра соцобслуживания предновогодний мастер-класс «Активные бабушки» создают ёлочные игрушки. Вера Марченкова рассказывает, как стала обладательницей карты «Морошка» и сознанием дела даёт советы тем, кто ещё сомневается, подключать или нет. Говорит, бояться не надо. А если переживаете за свои персональные данные… Опять же, карту ведь не обязательно именно там, где ты получаешь пенсию и так далее. Подключить можно любую карту «Мир». То есть я вот, например, специально в ВТБ открыла карту для этих целей. И она у меня как бы вот для этого существует. То есть я не думаю, что надо бояться, наоборот, надо… Это же очень удобно. А с января станет ещё удобнее. Льготники 49 категорий смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в любом городе Ямала. Мера поддержки охватит 150 тысяч жителей. Из них порядка 6 тысяч проживают в Муравленко. Это ветераны труда из числа пенсионеров. Не обязательно, чтобы они были неработающие. То есть здесь факт трудоустройства не учитывается. Это инвалиды. Первая, вторая, третья группы – это дети-инвалиды. Это самая большая категория нашей неработающие пенсионеры или неработающие граждане, женщины, достигшие возраста 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше. Это ветераны боевых действий. Городские автобусы уже готовы к приёму оплаты проезда по «Морошке». Все терминалы, которые размещены в городских автобусах, уже провели мы на них обновление. Всё программное обеспечение направлено на то, чтобы не было проблем с 1 января. Всё работало как надо. Протестировали уже работы? Да, протестировали работы. А ещё обладатели «Морошки» могут посещать все спортзалы города со скидкой 10%. Это спортивная школа «Муравленко», спортивная школа «Арктика». Также карта «Морошка» для учреждения – это и про безопасность. То есть учреждения контролируют, знают, кто посещает учреждения, какие отделения, какие платные услуги посещают жители. Ямал стал первым регионом в стране, где на основе карты жителя создали электронные сертификаты для обеспечения новорождённых товарами и детским питанием. В новом учебном году студенты-льготники колледжа «Муравленко» начали пользоваться «Морошкой» для покупки одежды. А ещё мобильное приложение «Единая карта жителей Ямала» можно установить на телефон ребёнка. Сгенерированный в нём QR-код или детскую карту «Мир» юные ямальцы предъявляют при посещении занятий доп. образования. В ноябре к системе уже присоединились почти 50 тысяч северян. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, Новости «Муравленко». 9 декабря городская больница проведёт День здорового ямальца. Мероприятие посвятили Дню образования Ямал-Ненецкого автономного округа. Субботний приём врачей пройдёт во всех муниципалитетах региона. Диспансеризация проводится абсолютно бесплатно и занимает немного времени. Но, несомненно, продлевает жизнь на долгие годы. Муравленковцев ждут во взрослой поликлинике с 9 до 12 часов. Мы с удовольствием приглашаем жителей нашего города уделить себе некоторое время и проверить своё здоровье в конце года. Также всех, прошедших диспансеризацию в этот день, ожидают приятные сюрпризы от городской больницы, от Управления физкультурой, спорта и культуры города Муравленко. Подарочные сертификаты на посещение различных секций и мероприятий. Ямал готовится к чемпионату профмастерства в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремёсел севера «Ямалскилз». Одной из семи соревновательных площадок станет Муравленковский колледж. Студенты также активно готовятся к состязаниям. Виктория Бушина – третьекурсница. Будущий педагог в третьем поколении. Обучается по специальности дошкольное образование. Стипендиат – правительство Ямала. Активист, волонтёр, умница и просто красавица. Больше двух месяцев Вика активно готовилась к участию в «Ямалскилз» в компетенции «Воспитатель кочевого детского сада». Ей даже пришлось выучить приветственные фразы коренных народов. Ребята, я хочу с вами попрощаться на хантейском языке. Паай вэтхэ. Что значит «прощайте, ребята». На состязание Вика отправится в Салихард. Волнуется, но в своих силах уверена – от поездки ждёт только положительные эмоции. Мне кажется, эта поездка даёт мне возможность как-то поверить в себя, проверить свои силы. Также познакомиться, конечно, с новыми людьми, завести какие-то новые знакомства. Это тоже будет полезно. Набраться опыта – самое главное. Крываю верхний ряд байпасных задвижек. После их открытия послабляю на 1-4 оборота. Кириллу Семёнову студенту 2-го курса повезло чуть больше. Бороться за призовое место он будет на базе родного колледжа. А, как известно, дома и стены помогают. Я решил принять участие в конкурсе, в чемпионате, для получения опыта, который поможет мне в будущем. Я выбрал свою компетенцию, потому что мне нравятся технологические процессы добычи нефти и газа. Основной сложностью является справиться со стрессом во время прохождения чемпионата. От чемпионата я жду честного судейства, сильных соперников, а самое главное – свои победы. Для подготовки и проведения чемпионата в колледже есть все необходимое. Участники каждую свободную минуту готовятся к конкурсным заданиям, оттачивают навыки и мастерство. Да, они как раз занимаются практической отработкой. Действия оператора добычи нефти, которые он выполняет каждый день – это отработка. Это действия со скважины на брудовой цен, также отработка действий в АГЗУ. Ну и, соответственно, решают аварийные ситуации. Они у нас, конечно, в таком полубоевом варианте, то, что без давления, без температуры. Но все равно они у нас именно учатся, показывают, как ликвидировать эти нестандартные ситуации. У Муравленка чемпионат Ямалскилз объединит участников из семи регионов. Они приедут из Югры, Волгоградской области, Астрахани, Якутии, ДНР. Всего около 40 человек. Программа обещает быть насыщенной. В этом году традиционно у нас программа включает соревновательную программу по трем компетенциям. Будет в рамках деловой программы организован круглый стол. Мы бы хотели с нашими коллегами от предприятий нефтегазового сектора обсудить развитие конкурсов профессионального мастерства, поскольку они проводятся и на предприятиях, также лучше по профессии. Мы попытаемся сформулировать факты изближения этих конкурсов, для того, чтобы условия проведения наших конкурсов также удовлетворяла запросам наших работодателей. В понедельник, 11 декабря, состоится торжественная церемония открытия чемпионата. Победители будут определены в течение трех соревновательных дней. Татьяна Абулк, Антон Иванов, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте www.муравленко24.ру и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok